Которые не подлежат никакому контролю. Вот просто это в самом деле так. Если с администрацией президента уровень зарплата, они подводят итог в район полутора миллионов, ну куда это годится? Это же никуда не годится. Там около, сколько получается, 20 тысяч пенсий минимальных. Где-то так, ну чуть меньше там. Ну куда вот это такое? Вот это число, моя инициатива как жителя Аркангельска, как гражданина Российской Федерации. Поэтому благодарю за внимание. Добрый день, дорогие участники. Меня зовут Анегин Андрей. Я нахожусь здесь как гражданский активист, а также представляю партию под нас, партия Народной Свободы. Я в первую очередь хочу выразить огромную благодарность организатору этого мероприятия, Александру Пескову, и всей его команде. И не только за наш сегодняшний митинг, который они с трудом, но все-таки смогли организовать, но и за ту всю протестную кампанию, которую они уже организовывают целый год. И никогда не останавливаются на своем пути. Огромное за это им спасибо. Я сам участвую в политике 16 лет. И я знаю, что это такое, как тяжело молодому человеку быть независимым и принимать участие в публичных мероприятиях. Те ребята, которые организовали наш сегодняшний митинг, они через многое прошли. Вот те, кто, допустим, первый раз пришел на мероприятие, они вроде думают, ну что, ну постояли, покричали и разошлись. Но надо понимать, что огромная работа проделывается до мероприятия. Это и вопросы согласования, это и вопросы обеспечения мероприятия. И несмотря ни на что, этим ребятам удается проводить митинги и удается собирать огромное количество людей здесь. Я слышал, что нас сегодня здесь собралось мало. Я бы так не сказал, я не вижу места для разочарования. Да, это очень серьезная тема. Я помню, 10 лет назад в Соломболе мы проводили аналогичные мероприятия. Тогда уже как полгода убрали троллейбус. И, естественно, для людей это был большой шок. Нас, конечно, тогда было гораздо больше, но нас, как всегда, обманули, потому что к нам обещали прислушиваться, обещали поддержать, не повышать подольше. Но, как только, так сразу повысили. Нету им никакой веры. Меня еще радует немаловажный момент, что, как и год назад, я вижу огромное количество здесь флагов России. Это говорит о том, что у нас акция не только протестная, но и гражданско-патриотическая. Это к вопросу о том, что с телеящиков нам говорят, что мы не патриоты. Нет, мы действительно патриоты. Просто мы патриоты не на словах, а патриоты на деле. Мы выходим и не боимся выражать свою позицию, не боимся выражать свое мнение. И самое главное, сколько я не принимаю участия в уличных мероприятиях, я так вам могу сказать, я никогда не рвался до власти, но я убежден, что во власти должны быть наши люди. Я хочу сказать за себя, я надеюсь, что на предстоящих выборах все-таки демократическая оппозиция договорится между собой. И со своей стороны я готов поддержать любого достойного кандидата, который будет выдвинут. И к вопросу о политических партиях. Смотрите, какая ситуация. Вроде бы социальная тема. Митинг против повышения цен на проезд. Где здесь те, у которых на блокадах, мол, партии много, справедливо одна. Где зюгановцы? Где жириновцы? Где мироновцы? Где они все? Где несистемные коммунисты? Это о чем говорить? Что настоящие борьбы за социальную справедливость только мы. Демократическая оппозиция. Никого больше не осталось, кто бы мог вывести людей на улицы. Поэтому, когда во время любых выборов вы видите большие билборды, видите сытые рожи стили экранов, вы задумайтесь, где они все оказываются после выборов. Нету их. И не будет. Им хорошо в своих теплых креслах. Они и мечтают там подальше остаться. А наша задача положить с вами этому конец. Законным, легальным способом через избирательную систему. Я надеюсь, в скором времени мы это сделаем и мы это добьемся. Благодарю за внимание. Здравствуйте, уважаемые сограждане архангелогородцы. Меня зовут Чесноков Юрий. Я здесь как член партии «Яблоко» и как просто человек. Я хочу сказать следующее, что я целиком и полностью согласен с организаторами митинга, что власти города Архангельска не справились с поставленной перед ними нами задачей по улучшению обслуживания общественным транспортом. За все эти годы, которые... Ну, кто живет в городе Архангельске, мы только что это все повторялось, видим развал инфраструктуры. Мы видим нежелание чиновников наш общий денежный пирог расходовать на качество обслуживания, на повышение его. Мы видим, что город не выделяет субсидий. Мы увидели, что те предприятия муниципальные, которые, не знаю, каким чудом и с грехом пополам были созданы, разорены, что нет больших автобусов. И этим самым я подтверждаю резолюцию, что против повышения вот этой цены на транспорт пока не будет низкопольных автобусов, пусть они залезают в кредиты, во что меняют хотя бы половину транспорта и только тогда повышение тарифов. Потому что эти условия были, и как бы требования были еще в 15-м году. На дворе 18-й год. Следующее. Значит, я хотел бы что еще сказать про муниципальные предприятия. Я предлагаю, значит, будущему составу городской думы внимательно отнестись к обнародованию информации, к ее, значит, на вид обсуждению на сайте того же города Архангельска. Потому что сейчас информация по тем же транспортным предприятиям, муниципальным, закрыта. Надо приложить чудеса бинкертонов, шерлохонцев, чтобы найти что-то по денежную какую-то информацию. А вообще, по большому счету, да, советовать Годвичу отказаться от большинства муниципальных предприятий, которые могут выполнять функции частные предприятия, для того, чтобы появилась конкуренция, чтобы в итоге мы, жители города Архангельска, пользовались лучшим сервисом за меньшие деньги. Я предлагаю вот еще в резолюцию такую внести в наш митинг, что есть отревизовать список муниципальных предприятий и максимально открыто вынести информацию по их жизнедеятельности на сайты и на многостраничные газеты, которые они выпускают за наши деньги. Следующее, я предлагаю будущим депутатам городской думы обязательно установить видеотрансляции в онлайн всех заседаний, где вот эти самые большинство Единой России за нашими спинами, пользуясь, что мы не видим, как они, не знаю, со своими лицами принимают законы, которые вытаскивают деньги из наших кошельков. То есть, чтобы была трансляция в интернете онлайн, чтобы любой человек, имеющий доступ к компьютеру, к своему гаджету, мог зайти и посмотреть в видеоархиве, кто и как, как его представитель голосовал, как проходили заседания, общую установку. Я вот предлагаю это еще внести в резолюцию, в митинг. Следующее, по референдуму здесь прозвучали слова. Значит, я как гражданин и партия Яблоко, партия Парнас особенно, инициировали возврат прямых выборов не только в городе Архангельске, вообще в Архангельской области. Партия власти, которая имеет сейчас большинство, Единая Россия, торпедирует эти инициативы. Они говорят, что вы недостойны выбирать себе глав администрации. Мы вам поставим, привезем из Северодвинска человека, который в городе не жил. Мы поставим на область человека вообще, который жил, ну, тут ладно, это гражданин России, но тем не менее мы с вами имеем право сами выбрать. Так вот, мы также будем стараться, я уже говорю сейчас, как член регионального совета партии Яблоко в Архангельской области, инициировать референдум за проведение возврат выборов, прямых, ну, за прямых выборов глав администрации. Я надеюсь, что тоже можно будет в резолюцию это вставить. И еще Александр говорил, что давайте хоть одного человека проведем. Я согласен, один в поле воин. Это доказывает, если кому интересно посмотреть на Псковскую область, где Лев Маркович Шлодберг воюет и добивается результатов демократическим путем. Один прошел в областное собрание, его убирали, он все равно, люди его выбирают, и человек добивается лучших условий для жизни своих земляков. Так вот, все правильно. Один говорят, что он не воет, да, но и один воюет, когда он хочет и поддерживается людьми. Но все-таки я предлагаю вам, неравнодушным гражданам, сами подумайте о себе, подумайте, кто из ближних, кто бы мог быть достоин, у кого хватит энергии, выдвинуться кандидатам в городскую думу, выдвинуться одномодатникам в областное собрание. Потому что если мы не будем выдвигать достойных людей, чтобы они нас представляли в городской думе, в областном собрании, мы будем собираться здесь, может быть, еще, а может быть, просто плюнем на все и уедем не знаю куда, чтобы там тихо, спокойно помереть. Я не хочу такой участи, я не хочу, чтобы мои дети уезжали. Я хочу, чтобы мы здесь жили. Потому что мне стыдно за город, когда, как после войны, идешь по нормальным площадям, как будто воронки взрывались. Я только что был вот на границе, не на самолете, а на машине ездил. Ну, приятно посмотреть. Там люди себя уважают. Они контролируют власть. Я призываю, ребята, давайте себя уважать, давайте контролировать власть. И последнее. Значит, у нас сейчас состав той же городской думы работает на себя. И почему это видно? Это видно по застройке нашей набережной Северной Двины. Это видно на теме нашего митинга в общественном транспорте. Вот. Я предлагаю менять ситуацию мирным путем, потому что если мы сами не выдвинем, да, то вода дырку найдет и придется решать все другими методами. Я этого не хочу. Призываю еще в окончании. Пожалуйста, выдвигайтесь сами кандидатами и предлагайте грамотных людей в состав городской думы и в областное собрание. Спасибо. Спасибо. Сейчас уже 13 часов, но, к сожалению, я не вижу представителей городской администрации либо каких-то других муниципальных органов власти. Но мы, помимо того, что публиковали открытое письмо и губернатору Игорю Анатольевичу Орлову, и Игорю Викторовичу Годзишу, главе города Архангельс, мной 9 июня было направлено обращение к пресс-секретарю Игорю Викторовичу Годзишу Ирине Буйновской и на мое приглашение она ответила. К сожалению, не сможем быть на этом мероприятии ни Игорь Викторович, ни я. Вы же знаете, что именно 12 июня в это время будут проходить торжественные мероприятия под случаем Дня России. А как вы думаете, в городской администрации только два человека, что ли, работают? Больше, и они мало того, что работают, они сидят на нашей шее, живут за счет наших налогов, пилят наш бюджет. Как вы думаете, это достойное отношение к нам? Нет! Как вы думаете, глава города, который не справляется со своими обязанностями, должен дальше работать? Нет! Годзиша, в отставку! 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 На резолюцию предлагались еще несколько, да, несколько дополнительных вопросов, но я хочу обратить ваше внимание, что мы можем только в рамках автобусных перевозок вносить предложения, поскольку у нас сейчас задача перед нами стоит конкретно отменить постановление агентства по тарифам медицины в Архангельской области и обратить внимание именно на эту проблему. Юрий Евгеньевич добавит еще. Извините, я что сразу не сказал, но не сразу все помнится. Вот мы сейчас с вами собрались, хорошая погода. Я предлагаю, несмотря на то, что это тематику, но все равно ее можно притянуть к транспорту. У нас есть такой инструмент, как публичные слушания в городе Архангельске. Они обычно проводятся в конце года, когда надо утвердить бюджет за прошлый год, наметить новый. Я, во-первых, призываю неравнодушных граждан приходить туда, потому что я вот уже два года там был, да, сам лично. Приходит администрация города Архангельска, специально, специально переходят через площадь чиновники из областной администрации, заполняют весь зал, но не для того, чтобы сильно влиять, они просто сидят массовкой. Так вот, уважаемые граждане, во-первых, приходите на публичные слушания, а второе, из-за чего я вышел, я предлагаю внести в резолюцию, чтобы для публичных мероприятий в самой мэрии, мэрия это наша, всеобщая собственность городская, да, есть здоровый зал, закрытый и так далее, там можно проводить и публичные слушания, и просто какие-то, значит, обсуждать вопросы. И самое главное, вот, и, значит, здесь Александр выступающий, и партия Яблоко, и другие партии, да, значит, постоянно, когда дают какие-то заявки, пикеты, кубы, или, значит, просто, ну, митинги, да, всегда находятся отговорки, что территория занята, что там какие-нибудь там снежки, там или еще что-то, развлечения. Я считаю, что этот вопрос надо обязательно поднимать о том, чтобы площадки, где народ мог бы собраться, был ближе к центру, чтобы видели люди, что есть какое-то мероприятие, а хоть и уважаемое место, Соловецкий камень, да, здесь, но это все-таки чуть подальше, да, от самых центральных площадей. Так вот, добиваться, чтобы нам разрешали мирно собираться, и напротив здания областного собрания, и, если погода не позволяет, прямо в мэрии, в зале, потому что это наша мэрия. Вот. И самое главное, вот еще публичные слушания. Мы можем с вами инициировать публичные слушания по любому вопросу. И давайте этим правом пользоваться. И приходить на те же бюджеты и спрашивать с наших чиновников, чтобы они лучше работали. И очень поддерживаю хорошую инициативу по уменьшению планки по зарплате. Мне кажется, это привлечет народ, так же, как и выборы глав администрации. Спасибо. Давайте повторно зачитаю текст резолюции. Прямо сейчас вы предложите дополнительно свои требования к первоначальному документу. Первый пункт резолюции. Качество оказываемых услуг остается неудовлетворительным. На многих маршрутах имеют место систематические нарушения лицензионных требований к пассажирским перевозкам, правил пользования автомобильным транспортом, осуществляющим перевозки пассажиров по муниципальным маршрутам на территории города Архангельска, и правила дорожного движения. Второй пункт. Для студентов и школьников отсутствуют льготы, а пенсионеры не получают их до достижения 70-летнего возраста. Третий пункт. Основная часть автопарка – моральные и технически устаревшие автобусы Павловского автобусного завода. Их замена зачастую производится на автобусы аналогичной вместимости, без учета мнения гаража. И последний пункт. План оптимизации маршрутной сети не выполняется, наоборот, происходит закрытие маршрутов, которые планировалось составить. И на основании вышеперечисленного требуем. Первый пункт, и единственный на данный момент. Отменить постановление Агентства по тарифам и ценам Архангельской области от 29 мая 2018 года, номер 26-П, дробь 2, об установлении предельных максимальных тарифов на регулярные перевозки пассажиров и багажа, автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам, регулярных перевозок на территории муниципального образования, город Архангельск. Поднимите руку, у кого еще есть инициатива по данной резолюции. Я считаю, что, как бы это ни звучало ново, но пусть там будет указ на то, что пусть они ответ нам на это дадут публично на площади Ленина, и пусть они нам попробуют это все сказать в лицо, а не как они обычно отписку дадут, не положено, статья, примечания, пункт 1-й, 10-й, нас это не устраивает. Пусть собираются на площади Ленина, только это может быть публичный ответ, иначе это не публично. Мое предложение, как вам? Хороший предложение. Хорошо, предложение принято. Второй пункт, это дать публичный ответ по данному вопросу на площади имени Ленина. Чтобы далеко они не ходили, чтобы не устали. Да, и чтобы не нужно было служебный транспорт вызывать и все остальное. Все верно. А какие еще инициативы есть? Хорошо, инициатив больше нет. А он и так как бы обновляется, но... Отличная идея, которую они не будут пользоваться, выдать им проездной на базе, чтобы они на базе все на этом, на работу ездили. А я передам им за проезд. Ну, обратите внимание, у нас полиция, это не в лучшем состоянии. На газели приехали, это как бы еще похуже, чем базик? Менее вместительная? Как слугам народа мы им дадим на базе. Хорошо. Давайте путем общего голосования я прошу фотографов и видеооператоров подойти к сцене, чтобы зафиксировать результаты голосования. «Одну минуту». Уважаемые участники мероприятия, кто за принятие резолюции митинга против повышения стоимости проезда в общественном транспорте? Большинство, спасибо. Сегодня будет составлен окончательный документ резолюции, который мы в течение недели направим во все указанные места. Это агентство по тарифам и сцены Архангинской области, агентство по транспорту Архангинской области, администрация муниципального образования город Рахангинская, администрация муниципального образования города Середвинск, а также Архангельская городская дума. Мне бы еще хотелось добавить то, что мы должны постоянно быть рядом друг с другом, постоянно общаться и постоянно выходить на уличные акции, постоянно осуществлять какие-то инициативы, направленные на повышение уровня жизни нашего города, всех нас, повышение социальной активности, социальной защищенности. Есть легкий способ. У многих имеется интернет. Сейчас вам будет продемонстрирована ссылка на петицию, которую мы создали 31 мая. А вторая ссылка – это мой наличный аккаунт ВКонтакте. Пожалуйста, сфотографируйте, зафиксируйте. Можете прямо сегодня написать мне у меня открыто личное сообщение. Я уже подробнее вам расскажу, как вы можете помочь нам друг другу в этой тяжелой борьбе за социальное равенство, за социальную справедливость. И совершенно верно Андрей сказал сегодня о том, что мы единственная сила, которая заботится о своих людях, которая представляет интересы простых горожан, потому что если коммунисты ограничились обращением в прокуратуру, по которому, естественно, ничего не слышно, и мы вряд ли что-то услышим, и вообще вряд ли будет какое-то принято решение, то мы выбрали единственный верный путь – это выйти сегодня здесь, сюда, и заявить публично власти наши требования, и принять какой-то документ в виде резолюции. И меня, конечно, возмущает, почему так называемая системная оппозиция абсолютно не заинтересовалась ни одной из горячих тем, которые у нас сейчас в стране и в городе обсуждаются, почему вопросы пассажирских перевозок не всплывают на сессии Арханской городской думы, хотя я лично был и на последней июньской сессии, которая мне показалась абсолютно возмутимой, поскольку третьих депутатов попросту не было на своих местах. Зачем мы тогда платим им из бюджета заработную плату, если они на заседание не ходят и не готовы представлять интересы граждан, не готовы принимать решения по тем или иным, социально значимым вопросам? Нужно проявлять социальную и общественную политическую активность. Нужно каждый день не на кухне, вечерами с ними обсуждать, а в интернете оставлять свои мнения, подавать заявки на публичные мероприятия, на митинг, то, что вот сегодня мы проводим, можно подать 16 лет заявку, ограничения там практически никаких нет. К тому же, я уверен, нетрудно каждому из вас выйти в одиночный пикет с плакатом на какую-то социальную тему, прилечь внимание общества, к той или иной проблеме, можно даже личной. И для нашего города все очень... Это ново, это сразу бросается в глаза, об этом пишут новости. И здесь присутствуют журналисты, давайте перечислю интернет-издание 29, Ру-газета «Правда Севера», информационное агентство «Беломорканал», «Серодвинское телевидение», «Двина Тудэй», если я не ошибаюсь, «Ньюс-29» тоже сегодня пришли. И эти журналисты, они зачастую очень объективно и честно освещают те или иные важные события нашего города вообще, в целом и людей, которые не согласны с позицией действующей власти, как федеральной, так и местной. Ребят, спасибо. Я надеюсь, все контакты себе записали или сфотографировали. Обязательно обращайтесь к нам. И наша главная задача – это объединиться в борьбе за наше будущее, за наше прекрасное будущее. И если кто-то из вас желает еще высказать пару слов, пожалуйста, подходите, поднимите руки. Кто желает еще высказать свое мнение, свою позицию. Что странно, перевозчики не пришли. Мы бы послушали мотивацию, почему именно 26 рублей, почему не 45. Так «Монополия» и так и есть. Архтрансавта сейчас почти все маршруты захватили. В Севердинске это произошло несколько ранее. Если мы будем молчать, будете 40. Ведь когда-то был 16, и нам бы кто сказал, что будет 26. Вы бы не поверили мне тогда. Мы же молчим, только это и не будет. Спасибо всем, кто пришел. Я благодарю каждого из вас, что вы в День России, в этот, по сути, важный для страны день, пришли сюда. И как настоящие патриоты страны высказали свое недовольство, поддержали резолюцию. Я прошу вас о том, чтобы каждый день вы думали о том, а что я могу сегодня сделать для того, чтобы те, кто живут рядом со мной, жили лучше. Вы должны каждый день пытаться что-то сделать. И для этого не нужно каких-то больших временных или материальных затрат. Абсолютно у вас есть много свободного времени для разных инициатив. Вы можете ходить на публичное слушание, как уже Юрий Евгеньевич сказал. Вы можете посещать заседание Равенской городской думы, областного собрания депутатов, через различные инстанции обращаться по той или иной проблеме. Например, существует приложение, по которому можно отправлять беды коммунальные. Допустим, если у вас долго не вычищается мусорка, есть приложение РОСЖКХ, например, есть и другие приложения. Муниципальные есть приложение РОСЯМА. То есть, если у вас во дворе ненормативная, скажем, яма в дороге, вы можете отправить обращение. Оно будет автоматически направлено в органы местной власти. Вам придет ответ или будут немедленно приняты какие-то меры. Но зачастую, конечно, это все ограничивается отписками. И в таком случае, как в этом, сегодняшнем, по теме общественных перевозок, очень важно реагировать и не принимать эти отписки. Я уверен, что по обращению резолюции мы получим какую-то отписку, если они откажутся от публичных выступлений. И в таком случае мы тоже будем реагировать. Мы не будем останавливаться на достигнутом. Спасибо большое всем, кто пришел. Спасибо, что вы задумываетесь о нашем будущем. Если кто-то хочет выступить, пожалуйста, подходите. Время еще есть. Никого нет? Спасибо большое. Я тогда мероприятие объявляю окончено. Всего доброго. До встречи. Давай, Гадек, Ставпроезд!